Общее число зараженных в нашей стране достигло 68 622 человек. С начала пандемии зафиксировано 615 летальных исходов, а выздороветь сумели 5568 россиян. Коронавирус снова стал набирать обороты в России. Вернулся рост заболеваемости, за сутки диагноз поставили 5849 жителям в 82 регионах. Резко увеличилось число смертей. За последние 24 часа от COVID-19 скончались 60 человек. 677 россиянам удалось справиться с инфекцией и пойти на поправку. В оперштабе при правительстве отметили, что больше 46% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Ситуация опять изменилась в худшую сторону. В предыдущие два дня показатели улучшались. Так, днем ранее заболели 4774 человека, а позавчера 5236. Смертность тоже была ниже. Вчера сообщалось о 42 летальных исходах. Основной рост инфицированных произошел в Москве. За сутки заболели 2957 жителей столицы, из них 85%, люди моложе 65 лет. Здесь побит печальный рекорд по количеству умерших от коронавируса. Уханьский грипп унес 37 жизней за день. Вылечиться от COVID-19 смогли еще 287 москвичей. Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735, сказала вице-мэра Анастасия Ракова. В Московской области диагноз подтвердился у 611 человек, в Санкт-Петербурге у 253, в Дагестане – у 113, в Нижегородской области – у 94. В Краснодарском крае заразились 84 человека, в Ростовской области – 64, в Калужской – 61. В Мурманской области зафиксировано 60 пациентов. Полный список заболевших по регионам смотрите в таблице. Российские ученые активно трудятся над созданием средств по борьбе с коронавирусом. Специалисты кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСИС заявили о новом противовирусном препарате длительного действия на основе меди. Разработка предназначена для обработки поверхности и средств индивидуальной защиты. При дезинфекционной обработке при влажном воздухе медь на поверхности материала превращается в положительно заряженный ион гидроксиды меди, что обеспечивает необходимую защиту обработанных предметов от вирусов и других патогенов, говорится в сообщении университета. Первая партия долгоиграющего препарата уже готова к применению. Сергей Собянин предупредил о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки в мегаполисе, однако заметил, что рост заболеваемости в Москве не является драматическим. По словам мэра, до стабильного улучшения динамики нужно подождать еще несколько недель.